Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Мне кажется, сегодня я выгляжу очень ухоженной женщиной и не произвожу впечатление человека, который не просто сам умеет убираться, а достаточно неплохо научился это делать. Я действительно человек, который столкнулся с необходимостью убираться самостоятельно. Сейчас я кого-то бы и хотела, возможно, нанять в помощники, но пока не могу никого найти. И речь сегодня пойдет о тех лайфхаках, которые я уже несколько раз озвучила в других видео. Речь сегодня пойдет о том, как вымыть стекла и сделать это быстро, и не иметь ни одного развода. Речь пойдет о стеклах, речь пойдет также о зеркалах. Сразу хочу сказать, что в контексте этого видео речь пойдет именно о том, чтобы добиться абсолютно гладких, абсолютно блестящих поверхностей без разводов. Поэтому, если речь идет о стеклах, которые внешние, необходимо, конечно же, их сначала просто-напросто очистить самым обычным раствором. Какой раствор я рекомендую? Однозначно в моих фаворитах самый обычный раствор из воды и небольшого количества шампуня Pantene Pro-V 2 в 1. Такие шампуни, они до сих пор продаются, хотя встретить их все сложнее и сложнее. Шампуни 2 в 1 как-то уже не пользуются, возможно, популярностью. Я отношу такой потрясающий эффект, который имеет место, когда мы притираем любую поверхность, зеркальную или стеклянную, вот таким раствором вода, допустим, 5 литров воды, плюс 2 столовые ложки примерно на глаз такого самого обычного шампуня. Но это может быть вообще самый дешевый шампунь, который вы найдете в супермаркете, который наверняка будет содержать силиконы, потому что именно на наличие силиконов я исписываю такой потрясающий эффект. Соответственно, мы просто моем таким раствором окна, и они уже становятся гораздо-гораздо чище. Если у вас нет под рукой шампуня, нет возможности его купить, используйте самое обычное средство для мытья посуды. Как правило, это средство также обладает удивительными свойствами. Таким образом обволакивать посуду, в особенности средства, которые как раз-таки заявлены для того, чтобы наши бокалы блестели и были прозрачными, наши стаканы из гладкого стекла тоже блестели и были прозрачными, не мутнели. Как раз-таки эти растворы обладают таким свойством, что да, оставляют поверхности любые, но в том числе и стеклянные, в том числе и зеркальные, очень-очень гладкими. Поэтому да, изначально мы должны иметь для тех лайфхаков, о которых я сегодня скажу, просто-напросто чистые стекла. Ну и, соответственно, если речь идет о каких-то внутренних поверхностях, как в моем случае это парапет лестницы, как в моем случае это также душевые кабины, которые имеют просто стекло, самое обычное стекло, не стекло для душевых кабин, ну и самые обычные зеркала, которые имеются в любом хозяйстве, в любом интерьере. Итак, недавно я сказала, что вот такая простая шкурка, вот такой простой кусок замши. Единственное, что сразу могу сказать, конечно, лучше, чтобы это был просто кусок замши без ворса, то есть тонкая выделка, потому что ворс бывает все-таки отлетает и доставляет некоторые неудобства. Хотя, повторюсь, для меня ворс на зеркале – это ничто, по сравнению с разводами на зеркале, о которых действительно очень сложно бывает избавиться. Недавно я нашла вот такую шкурку в продаже, я думала, что ее отдадут, что называется, за бесценок. Я обозревала рынок, говорила, что я встретила перчатки, и там висело несколько шкурок, и я подумала, что они просто вообще для антуража висят. Я сейчас за какие-нибудь 20 евро куплю себе несколько метров такой шкурки, но эта шкурка стоила 150 евро или 160 евро. Я даже спросила, зачем она нужна, и мне сказали, ну вот на диван набросить, ноги на кровати, как-то вот так, для интерьера, в общем-то. Никак не подходила за эту цену мне эта вещь, потому что я использую самообычную замшу. Теперь для того, чтобы иметь, как я уже рассказывала, стекла на очках солнцезащитных, либо для чтения без разводов, но и также для зеркал, также и для всех стекол, которые имеются в моем доме. У меня трое маленьких детей, которые постоянно оставляют мне отпечатки, и могу сказать, что отпечатки от детских ручек, даже если имело место на ручках какое-то загрязнение, например, сладкие фрукты дети поели, и тут же подбежали к окну, что-то им захотелось увидеть, посмотреть, могу сказать, что замша справляется с таким загрязнением. Не остается никаких разводов, никаких следов. Это удивительно, но факт. Но я пошла дальше в своих исследованиях, и съездила в магазин, и прикупила себе в самом обычном отделе супермаркета вот такую искусственную замшу. На самом деле на искусственную замшу это не похоже. У меня есть ощущение, что все-таки я смогла бы найти действительно в отделе, где все продается для ухода за автомобилем, а именно там я рекомендую всем хозяйкам покупать тряпочки, потому что там они стоят часто несколько меньше, и они действительно потрясающего качества. Та тряпка, их у меня две, а возможно даже три, которые я использую для мытья полов, она прекрасно впитывает, она большая, при этом она легкая, она очень хорошо сделана, не теряет ворс. Я, в общем-то, рекомендовала бы всем хозяйкам заглянуть в отдел все для мытья, все для ухода за машинами именно. Я думаю, что я смогу найти, кстати, видите, такой интересный у нее разрез, как будто бы действительно у замши. Я думаю, что все-таки я найду именно замшу. Замшу искусственно, потому что это нечто среднее, но это тоже тряпочка, которая предусмотрена для того, чтобы протирать стекла и для того, чтобы не было разводов. И могу сказать, что она достаточно неплоха, достаточно эффективна. Что значит достаточно? Это значит, что если вы приложите большое, достаточно большое усилие на давливание, то действительно вы получите стекла, зеркала без развода. Многие хозяйки знают, как мутнеют стекла. Вот у меня это постоянная проблема, также постоянная проблема в доме на море. Да, это проблема решаемая. Из этих двух материалов я однозначно выбираю замшу, потому что эффект такой же, но на давливание требуется меньше. Поэтому вот такие мои способы теперь иметь действительно легко и быстро очень-очень чистые стекла. И могу сказать, что вот так натереть может даже подросток. Если у вас есть девочка-подросток, мальчик-подросток, который приобщен к домашнему труду и может вам помочь, здесь нужно просто, что называется, натереть поверхность. Поэтому да, однозначно в помощь такая тряпочка, она гораздо более эффективна, чем тряпочка из микрофибры. И хочу также сделать отсылку к одному из своих видео, где я говорила, что купила специальную тряпочку для бокалов. Предположив, что протирая зеркала, предположив, что протирая стеклянные поверхности, которых у меня много, я получу тот же самый прекрасный эффект без разводов. Да, тоже эффективна. Та тряпочка, она сделана из совершенно другого материала. Там микрофибра, особые выделки. Но из трех материалов, вот та на последнее место, это на второе, и кусок натуральной замши совершенно точно на первое место. Ну что ж, давно я собиралась сделать видео вот о таком гаджете. И не делала его только потому, что считаю этот гаджет достаточно бесполезным. В моем хозяйстве совершенно точно. При том, что, повторюсь, у меня очень много стекол и окна в пол. То есть мне приходится обрабатывать достаточно большие поверхности. Минус этого гаджета в том, что он достаточно тяжелый. Соответственно, если у вас есть какая-то проблема с запястьем, вы очень быстро почувствуете тяжесть. Потому что вы должны сюда, что называется, собирать так же воду. То есть вот в этот контейнер собирается грязная вода. И по сути это не что иное, как автоматический сгон для воды. Я показывала в одном из своих видео, как купила самую обычную вот такую лопаточку. Мне зрители написали, за что им большое спасибо, что по-русски это называется сгон. Такой же принцип. Вот здесь резинка и, в общем-то, ручка. И ты сгоняешь, протираешь вот таким образом и получаешь стекла чистые, ну практически без разводов. Вот такой же принцип. Единственное, что по принципу также пылесоса вся грязная излишняя вода засасывается. Поэтому можно действительно просто помыть стекла. Как мы моем традиционно стекла, допустим, после весны. Внешние стекла, они достаточно грязные. И просто потом вот так собрать. Стекла будут, скорее всего, чистые. Если они не будут чистые, логично их нужно будет еще раз помыть при помощи более чистого, либо просто нового раствора мыльного воды и какого-то средства, возможно, из тех, что я обозначила в начале видео. Да, достаточно удобно. Но нужно заряжать. Не хватает, например, мне на целую уборку зарядки. Соответственно, им приходится прерваться и подзаряжать. И это неудобно. Плюс, повторюсь, контейнер тяжелый. Он тяжелеет. В него набирается примерно вот столько воды. Либо нужно идти и высвобождать эту воду. И плюс контейнер нужно потом промывать. Нужно мыть всегда резинки. И это, скажем так, еще какие-нибудь 20 минут на подготовку этого гаджета, чтобы его подготовить и чтобы потом его убрать на хранение. И также, как и в случае с самым обычным механическим сгоном воды, вот таким образом, необходимо тоже вот так протирать, чтобы не было разводов, чтобы не было следов, чтобы не было полосок. Поэтому, в общем-то, вот это как раз-таки действие совершенно однозначно меня и заставляет говорить, что этот гаджет бесполезный. Это, кстати, керхер, керчер. Я не совсем уверена, как это произносится на русском языке, да и на итальянском тоже. И, соответственно, утяжеляет процесс, потому что если бы он просто вот так все собирал воду без остатка, то еще как-то можно смириться с его тяжестью. Но поскольку необходимо так же, как и самый обычный сгон, протирать, то, в общем-то, однозначно нет. Поэтому на сегодня вот такие мои способы и, скорее всего, это видео все-таки, конечно же, сравнение самых обычных механических способов помыть окна и вот такого гаджета. От себя в конце видео добавлю, что если вы ищете идеальный раствор для того, чтобы ваши стекла были прозрачными, хотя я заметила, что после любого профессионального раствора, который предназначен для мытья окон, для мытья зеркал и так далее, а также после самодельного раствора, рано или поздно, рано или поздно все равно мутнеют, что зеркала, что стеклянная поверхность. И здесь могу сказать, что все равно предпочтение я отдалю 5 литров воды плюс какое-то количество шампуня, пантин-прови, либо любого другого недорогого шампуня, где содержится, ну, как правило, содержится диментикон. Либо, повторюсь, специальные средства, они могут быть для посудомоечных машин, могут быть для ручной помывки посуды. Это средства, которые заявлены как средства, которые дадут вам блестящую прозрачную посуду, если речь идет действительно о посуде из прозрачного стекла. На этом с вами прощаюсь. Желаю всем быстрых уборок, эффективных уборок. Поверьте, этому можно научиться. Уборка может быть очень-очень быстрой и очень-очень эффективной. Это была Инна Скворцова. Увидимся очень скоро. Всем пока-пока.